Нейромаркетинг 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 В другую сторону движет рукой Другая активность И здесь можно По отдельным опытам Все прочитать Но дальше все начало осложняться Георгиополос Обучил обезьян Двигать руками В разных направлениях И так же Предоставил такие футуристические картины Которые как предполагается Объясняют Как работает Этот массив нейронов Потом Микаэл Николилис ввел многоканальную запись сигналов, и дальше шло развитие компьютерной техники, и картинки стали более красочными. Потом в эту область вторглись математики, и если теперь открываете доклад по нейрофизиологии, вы получаете... Если выглядит сейчас картина вот таким образом, ну, конечно, кто-то может считать, что это своего рода красота, как вы понимаете, красоту, но понять непросто, что за этим стоит, если только вы не следите каждый день буквально за новшествами в этой области. Если вам сложности мало, я еще добавлю. Глубокие нейронные сети стали развиваться очень быстро, и стали применяться к деказированию активности мозга. Вот здесь обезьяна перемещает курсор вручную, рукой. Либо можно, например, декодировать сигнал активности коры головного мозга, применением фильтра или алгоритм глубинного обучения, LSTM. Если сравнить, как обезьяна двигает курсор в нормальном режиме и с помощью декодирования, мы видим, что LSTM очень хороший результат, то есть практически как будто бы обезьяна естественным образом передвигала этот курсор. Мы не знали, как работает мозг, мы не знали, как работает система глубинного обучения, но LSTM дает очень-очень хороший результат. Теперь я поговорю о репрезентации вознаграждения в моторной и приноторной коре. Это подводит нас ближе к теме нейромаркетинга. Вот типичный эксперимент с обезьяной, с применением награды за какое-то действие. То есть обезьяна выполняет какую-то задачу, это может быть разный цвет, синий, красный. Если синий, это означает, например, что обезьяна получит вознаграждение от того или иного вида. Это красный, другого вида, в данном случае, например, обезьяне в красном случае пришлось дольше ждать, а если задача синего цвета, она ждет меньшее время. Конечно, обезьяна всегда ожидала получить награду и в каких случаях не получала вообще. Ну, Телли Миллер тоже похожий эксперимент, кстати, проводил. Что здесь интересно? Оказалось, кусочки еды в виде таблеток. Ну, обычно журналисты пишут, что обезьянам банан дают. Ну, скажем, здесь кусочек банана, здесь кусочек банана, хотя на самом деле это не были бананы. Вот один фидер загружался роботом, и роботом мог двигать еду к обезьяне и отодвигать от нее, удалять. Когда робот приближался еды к обезьяне, обезьяна, в принципе, могла потянуться за кусочком еды и съесть его. Но не все так просто, потому что в задаче номер один обезьяне было позволено взять еду у робота, а в задаче номер два, после того, как робот вот так вот подвигался туда-сюда к обезьяне и от нее, обезьяна должна была потянуться в другое место. В этом случае внимание было отвязано от двигательных действий робота к вот этому второму ручному фидеру. Это, знаете, как ресторан для обезьяны, но с какими-то когнитивными задачами. Наверное, к людям тоже это можно применить. Представьте себе, ресторан, где вам подают еду таким образом, хотя здесь уже никакого когнитивного обучения, конечно, не будет. Есть, конечно, когнитивные популярные задачи, но за них не вознаграждают. Если попробовать описать конфигурацию робота и ручного фидера вокруг обезьяны, можно их разместить в четырех точках вокруг обезьяны. Справа далеко, справа близко, слева близко и слева далеко. Вот четыре точки. Здесь можно каждый из фидеров расположить в том или ином месте, то есть получается матрица 4х4. Очень простая. Никаких диагональных связей, потому что эти устройства настолько громоздкие, что их приходится размещать в стационарных местах. Теперь мы дальше описываем нейронные ответы и получаем тоже матрицу 4х4 для нейронов. И вот в данном случае это ответ нейрона на позицию робота, потому что он очень активен, если он находится с правой стороны и далеко от обезьяны. В этом конкретном случае нейрон не отвечает на положение ручного фидера. Можно это все раскрасить цвета, отражая чувствительность к позиции робота, а по горизонтали это чувствительность к позиции другого ручного фидера. Все это пронизировано, опубликовано. Ну, а теперь, да, и я находил разные виды нейронов, реагирующие на движение и так далее. Но давайте упростим ситуацию. Первая фаза эксперимента, когда у обезьяны были два фидера, и кусочки еды появлялись в этих фидерах. Вот здесь это проразвизировано вот таким образом, когда еда загружается в фидер. Ничего при этом не двигается, просто два кусочка еды, и там, и там. И получается, что нейроны коры обезьяны отвечают на получение вот этого вознаграждения. Вот в этом случае это более сильная реакция, когда обезьяна действует движением рукой. То есть это истинный ответ на вознаграждение. Вот в этом конкретном нейроне ответ выглядит достаточно простым, потому что это просто ответ, который не зависит от конфигурации расположения фидеров вокруг обезьян. То же самое и здесь. Дальше происходит ингибирование нейронов, когда еда доставлена, так сказать, и вот здесь все становится интереснее, потому что, как мы видим, нейроны, нейронные обезьяны отвечают по-разному в зависимости от конфигурации фидеров. И тоже еще интересно здесь, потому что это зависит от задачи, которую обезьяна должна была выполнить. Если она выполняла задачу номер один, этот нейрон интересуется доставкой еды к роботу. Когда обезьяна должна была выполнить задачу номер два, этот ответ на появление еды снижается. Ну, такая комбинаторная ситуация. Все, кто занимается декодированием, сразу видят, что здесь очень-очень много возможностей для декодирования сигнала. Если у вас множество нейронов, как в данном случае, в принципе, вы можете регистрировать одновременно сотни из них, тогда вы можете декодировать и получить очень-очень много информации от вот такого пищевого вознаграждения. Если вспомним Ивана Павлова, который тоже изучал условный рефлекс, связанный с вознаграждением, по сути дела он спрашивал, интересует ли нас, что обезьяна думает. Нет, потому что мы даже не можем себе представить, что она думает, какие там эмоции у нее возникают, какие-то ее желания. Это не наука, как сказал Павлов. Но если вернуться вот к этим результатам, может быть, Павлов в этом был и неправ, потому что, смотрите, сгинетельные нейроны, можно читать фактически эмоции, мысли обезьяны, в зависимости от ее ответа на наличие еды в том или ином контексте. Теперь в оставшиеся пять минут немножко сменим тему и посмотрим на пространственное представление. Почему пространство важно? В нейрофизиологии обезьяна просто двигают рукой, но, будь то обезьяна или другие животные, фактически, что они делают, они часто сами перемещаются в пространстве. Все-таки у них есть и руки, и ноги, чтобы перемещаться. И вот такое исследование пространства, и, кстати, вот это вот в 2009 году была представлена Нобелевская премия вот этой работе, и лауреат Нобелевской премии описали такие решетчатые клетки в коре. Вот это арена, где движутся животные и очень такие вот четкие экзагональные паттерны. Ну, в общем-то, кажется, это слишком красиво, чтобы быть правдой, может быть, поэтому Нобелевскую премию присудили. Я должен сказать, что исследователи, работающие с обезьянами, они на крыс смотрят очень скептически, потому что с обезьянами там все очень в большей степени контроля, сложные задачи, можно сказать, а вот крысы не контролируем. Они так-то бегают хаотично и много чего делают. Вот так выглядит траектория движения крыс по арене. Мы можем заметить, что движение и их поведение не единообразно. Оно больше выглядит как решетка. Ну, вам не нужно проводить эксперименты с крысами, чтобы критически посмотреть на эти результаты. Можно просто загрузить данные из интернета. Вот здесь пример движения крысы в арене. И можно увидеть, что тоже неравномерное движение крысы, почти как решетка. Что это означает? означает, что часть ответов крыс можно объяснить тем, как крыса перемещается в пространстве арены. Ну, нет, если у вас есть время, а у меня его сейчас нет, просто прочтите вот эту работу, где все это описано. Но я должен упомянуть, что обезьяны тоже могут перемещаться, они могут управлять вот этой тележкой движущейся, или сами себя перемещать на кресле с колесами. Вот таким образом они могут двигаться. Это вид сверху, как обезьянка катается туда-сюда к Фидеру. Если эти данные проанализировать, вы увидите место в коре обезьян, это моторная кора, в частности. Более того, система координат зафиксирована. Если обезьяна поворачивается, это не имеет значения, потому что координаты комнаты остаются неизменными. можно использовать вот эти перемещения для изучения социальных взаимодействий. На примере роботов и даже обезьян. Вот здесь обезьяна перемещается на коляске, на тележке. Мы можем регистрировать траекторию движения. Обезьяна наблюдатель, обезьяна и наблюдатель, и обезьяну и наблюдатель, то есть две обезьяны, их сигналы коры также фиксируются и фиксируется их ответ на движение одной из них по комнате. Если теперь провести корреляцию сигналов обоих мозгов, можно увидеть вот такое соотнесение позиции обезьяны. Более того, очень интересным образом, если положение обезьяны меняется, то и паттерны этих ответов меняются, потому что у обезьян есть какие-то социальные ранги, потому что доминирует одна из них. Если доминирующую ситуацию обезьяну посадить в кресло и она катается, это одна ситуация. Если доминирующая обезьяна садится в качестве наблюдателя, тогда ситуация же другая будет. Вот я даю вам ссылку на эту работу. И поскольку у меня уже 8 секунд остается, меньше есть возможность благодарить вас за внимание и сказать, что на этом все. спасибо, спасибо за то, что уложились точно вовремя. Но вопросы у нас могут быть, мы можем себе это позволить. Последний доклад на сегодня, поэтому чувствую себя свободно. Задавайте. Вопросов нет. Ну, давайте я задам один. Вы упомянули, что меняется место получения сигнала в зависимости от положения обезьян друг от друга относительно друг. Какая система координатов променялась? Но если обезьяна одна в комнате, тогда мы находим нейроны, которые реагируют на положение к обезьяне в комнате. но есть нейроны также, которые отражают ориентацию, то есть куда она направляется, то есть и направление, и положение. Если две обезьяны, то их взаимное расположение уже приобретает большое значение. Если они сближаются с другом, это синхронизирует их мозг. Если одна обезьяна наблюдает, как другая обезьяна едет в сторону еды, это тоже для обезьян имеет большое значение. Вот такие взаимодействия отслеживаются. Это связано с вниманием. Если бы пять, шесть было обезьян, да, это связано с вниманием и социальным взаимодействием. Если, скажем, подумать о том, что там обезьяны делают в естественной среде, в лесу, конечно, их интересует, где находится еда, их интересует, где они располагаются относительно друг к другу, потому что они конкурируют за еду, и, конечно, у них иерархические взаимодействия. Спасибо. Какой-нибудь еще? Последний вопрос для завершения. Да, есть он у нас. Он там сзади. Нет, вопрос. Подождите микрофона, пожалуйста. Все. Меня интересует и вас, наверное, тоже, что это вознаграждение, это артефакт того, что делают обезьяны. Но вот в этих социальных взаимодействиях, вот этой среде, которую вы только что описали, ну, трудно себе представить, что в коре будет отражаться что-либо не связанное с поведением. Как вы убедили себя в том, что это не является чем-то чисто специфично связанным с моторикой? Нельзя никогда отвергнуть этот аргумент, что есть какие-то другие мотивы поведения. Но мы сделали все, что могли. Мы анализировали положение головы обезьянной, ориентация обезьянная в координатах и по всей видимости все эти факторы играли вторичную роль. Ну, наверное, истина в том, что нейроны отвечают и на поведение, и на такие факторы, как вознаграждение и социальное заводительство. Нет такого, чтобы четкий нейрон отвечал только на один тип раздражителя. Ну, еще раз спасибо. Я думаю, что на этом мы можем закончить сегодняшний сессию и сегодняшний день. Спасибо.